В Перми волонтеры из общества Мемориал провели субботник, убрали сухостой, скосили траву у памятника репрессированным литовцам и полякам. Как думаете, что случилось дальше? А дальше на ребят завели дело за незаконную вырубку леса. Господи, в какой стране такое еще могло случиться? Я уже даже удивляться перестал. Начинаем. А в Якутии на полном серьезе оштрафовали человека за то, что собрал два ведра голубики в лесу без разрешительных документов. ЧП, подчеркиваю ЧП, произошло в Алданском районе. В общей сложности своими действиями злоумышленник нанес ущерб государству по рыночным ценам аж на 13 тысяч рублей. Не, ну не мерзавец. Настоящий расхититель социалистической собственности, а ведь мог человек бы все сделать по закону, вопросы бы сразу отпали. Надо было всего-навсего получить лицензию на сбор ягодной продукции свыше 5 килограммов. Уверен, это плевое дело. Скорее всего, такие лицензии выдают непосредственно в Якутске, недалеко. О, я посмотрел. 500 километров всего. Затем этот ягодник должен был оплатить госпошлину 350 рублей, пройти вакцинацию от клещей и составить маршрутный лист. Все, собирая себя на здоровье. Ну согласитесь, что тут сложного? За пару недель бы парень управился. Нет, надо обязательно закон нарушить. Ущерб нанести великой и могучей. Что у нас? 13 тысяч рублей лишние у страны, в смысле? Может быть теперь какая-нибудь Валентина Матвиенко в метро должна спуститься или отказаться от вечернего бокала Шардоне 1950 года? Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. А если серьезно, господа, вся эта история таким абсурдом воняет, таким дебилизмом. У нас этим летом пол Дальнего Востока утонуло. Часть Сибири. Там этих ягод, да и вообще растительность уничтожена немеренно. 4,5 миллиона гектаров леса выгорело. Живого леса. Официальная версия поджег. Кто-то пытался замести следы преступления, скрыть последствия от незаконных вырубок. Ущерб от тех пожаров колоссальный, даже не в деньгах. Ущерб, его все равно не посчитать. Нарушена экосистема. Погибли тысячи животных и птиц. Какими будут последствия, даже специалисты все еще не берутся сказать. Но тушить все это дело, по словам наших чиновников, было экономически нецелесообразно. Ага, зато мужик с двумя ведрами ягод. 16 килограммов он там насобирал. В общей сложности преступник разорил великую страну, понимаешь ли. Блин, у нас национальная идея, и скоро всеобщая деградация станет. Хотя почему станет? Уже стало. У нас каждый новый закон абсурднее предыдущего. Каждая новая инициатива депутатов или чиновников больше анекдот напоминает, чем разумное предложение. А самое печальное, сумасшедшие, простите, люди считающие себя патриотами, уверены, что так и должно быть. Я вот, вы знаете, много раз уже этот пример приводил, сделаю снова. Однажды мне поведали историю о том, что в России в местах массового скопления людей устанавливаются какие-то там специальные излучатели, которые народ в стадо превращают в идиотов. Действуют такие излучатели, правда, не на всех. Какой-то маленький процент граждан зомбированию не поддается. Вечные 2% дерьма. Так вот, когда мне эту историю поведали, я, конечно, посмеялся. Покрутил пальцем у виска, сказал собеседнику, «Слушай, ты больше это никому не рассказывай, ладно, а то упакуют в Дом печали, на соседнюю койку к Наполеону определят». Знаете, сегодня я уже в такую версию верить начинаю. Я не могу найти объяснение, потому что поведению своих соотечественников в моей стране творится какое-то безумие. Творят его те, кто, в общем, должен безумию противостоять и вести большой корабль под названием «Россия к светлому будущему». Но ничего этого и не происходит. Мы то на мель сядем, то на риф и налетим, то вообще не в ту сторону поплывем. Такое ощущение, что мы прям мечтаем судьбу Титаника повторить, но пассажиры корабля при этом аплодируют. Даешь айсберг, кричат, где же эта ледяная глыба. Вот только у нас, как и на том Титанике, спасательных шлюпок хватит не для всех. И спасутся, скорее всего, лишь пассажиры первого класса, если ко дну пойдем. Это реальная журналистика, из полей опять доносится печаль. Поехали! Видео, которое вы увидите дальше, вряд ли вас удивит. Подобным забит весь Рунет, мне его прислал зритель. Но прежде чем показать данное кино, хочу напомнить, ребят, за окном 21 век. Век высоких технологий, вот как называется то прекрасное время, в которое нам посчастливилось жить. Марс, Луну люди уже осваивать собираются. Пользуются сложными устройствами, которые называются гаджетами. Замещают одновременно телефон, компьютер, фото и видеокамеру. Аудио, видеоплеер и телевизор, записную книжку, GPS-навигатор и бла-бла-бла помещаются при этом в кармане. В некоторых странах электромобили по улицам ездят в небе, самолеты летают на сверхзвуковых скоростях и так далее. А вот так живут в России. Это какой-то кошмар. Твориться, проехать в Мухен невозможно. Это что же это такое делается, а? Вообще хотят нас, чтобы мы там остались навсегда. Не выехать, не приехать. Все. Автобус засел, сидит конкретно, никак. Вообще никак. И это, друзья, не какое-то захолустье, судя по автомобилям, что попали в кадр. Ну, вы же сами видели. Вполне себе приличные машины. И вот по таким дорогам эти приличные машины ездят в 21 веке. Хотя вот вы знаете, сейчас подумалось, а ведь если раздобыть документы из тамошнего Автодора, то по бумагам, скорее всего, мы поймем, что это супер-пупер-трасса 5 минут Америки. Более того, в ее ремонт, я уверен, опять же, по бумагам с завидным постоянством выхивается какое-то нереальное количество денег. И ремонтировалась она в последний раз месяц-два, может быть, назад, за что-чинуша. Выписал себе премию. И вот у нас везде так. Включаешь телевизор или слушаешь выступления губернатора, министра какого-то сады Семирамиды, вот что нас окружает, сказка. Выходишь в реальный мир, на улицу сказка кончилась, ночь, темно, Россия. Так почему у нас так? Потому что широка страна моя родная. Кстати, не только поэтому, опять же, не сменяемость власти. Вот истинная причина происходящего. 20 лет слуги народа ничего для своего народа не делают. Да они разучились уже как-то реагировать на беды и чаяния граждан. Но сегодня треть губернаторов, мэров, депутатов из регионов живут в Москве или за границу. Он в этом регионе бывает пару месяцев в году. Согласен. Есть те, кто не уехали. Но давайте посмотрим правде в глаза. И где же эти живут, правильно? В элитных коттеджных поселках. На въезде в эти поселки установлены шлагбаумы. Охрана вооруженная. Попробуйте туда попасть. Вот и ответ им наплевать. Они пребывают в другой реальности. Можно вот этот вот сюжет сейчас с дорогой растащить по всему интернету и долбить, долбить, долбить. В самом пиковом случае, если случится резонанс, чиновники тамошние отправят в этот поселок съемочную группу местного областного телевидения. И снимут очень хороший сюжет о природе, о погоде, еще о какой-то фигне. В этом же сюжете расскажут, что я специально раскачиваю лодку, отрабатывая деньги спонсоров. Припледут туда госдеп, какое-нибудь общество феминисток и даже партию гомосексуалистов. Все. Проблема решена, что, в первый раз, что ли? Помните, мы как-то показывали вам чинушу, который очистил улицу от гор мусора в фотошопе. Взял просто, подредактировал фотографию и нет мусора. Думаете, его кто-то наказал после? Ну и под занавес в высшей школе экономики подсчитали наконец ту категорию россиян, бедных россиян, которых никто никогда не учитывает при составлении отчетов. Тут же Росстат, например. Впервые в истории Новой России этим кто-то озадачился и есть цифры. Но для начала хочу объяснить, о каких людях идет речь на профессиональном языке. Это называется так, социальная эксклюзия. Не поняли, да? По-простому, это те наши соотечественники, которые выключены из общественной жизни от слова вообще. Алкаши всякие, лузеры, маргиналы, прочие аутсайдеры, люди, которые вообще ничем не интересуются. Живут где-то там в атмосфере упадка, образовывая целый гетто. Морально разлагаются, пьют с утра до вечера, бомжуют по свалкам и помойкам или вообще на наркоте сидят. Всем на них наплевать и им тоже на всех наплевать. Так вот, господа, знаете, сколько таких россиян насчитали специалисты из высшей школы экономики? И 13 процентов. Это страшный показатель. Если в абсолютных цифрах почти 20 миллионов. 20 миллионов людей, которых мы тупо выключили, как электрическую лампочку, их для нас не существует. Их не существует для власти, просто вдумайтесь. Еще одна Москва или еще 4 Санкт-Петербурга. Или еще 10 Екатеринбургов людей, которых как будто бы нет. Меня ужасает эта мысль, но когда-нибудь и нас всех могут вот так же ластиком стереть. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте. Темы предлагайте, под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться, пока. Пока!